Привет народ, с вами Фенаргот. Пока бесполезный Маракай до сих пор багован и в него нереально поиграть, у инвокера растет популярность, но далеко не его винрейт. Ну а нас-то интересует другой, более насущный вопрос, кто же получит аркану по результатам голосования в этом году. Но перед тем, как мы перейдем к 12 туру, нужно ознакомиться с результатами предыдущего. У нас было 4 пары, которые я обозревал в прошлом выпуске. Первая заруба оказалась нереально интересной, несмотря на то, что букмекеры верили в Марфа. По голосованию среди подписчиков весьма уверенно лидировал Войт. И в первые часы после выпуска моего ролика коэффициент на него составлял 2,25, после чего упал до 1,7. Поэтому кто успел, тот молодец, ибо можно было весьма неплохо нажить бабок. Результаты второго голосования для меня лично как нож в сердце, ибо король пал. Причем он не слабо так уступил дровке, многие в соцсетях даже начинают подозревать накрутку со стороны в Элв, но я не вижу в этом никакого смысла. Коэффициент на дровку кстати был около двух. С Огром и алхимиком похожая ситуация, букмекеры давали коэффициент 2,6, и моя аудитория голосовала за алхимика. Но победил Огр, причем набрал больше чем в два раза голосов. Жесть какая-то. Ну и Тинкер Некрофос. Тоже жесткие результаты, моя аудитория разделилась пополам, и проценты были одинаковые. А вот коэффициент на Некро составлял 2,8, и я говорил о том, что можно рискнуть. И те, кто рискнули, не пожалели об этом, ибо Некр победил, набрав на один лям больше голосов. Что же, пора нам переходить от данной ожесточенной борьбы к следующей. Начинаем 12 раунд битвы за Аркану. В нем у нас 4 пары. Нас ждет заруба между Инвокером и Сларком, Веркой и Эмбером, Снайпером и Рики и Марсом со Спектрой. Что же, давайте рассмотрим их поближе. Переходим к первой паре. Инвокер, который по КД руинит пабы своей персоной, против Сларка, который начал весьма успешно, расти в популярности в последнее время. Оба героя входят в десятку самых популярных, но вот в плане голосов все хуже у Сларка. У Сларка их почти в три раза меньше, хотя оба героя получали фри слот в самом начале. В прошлом году Сларк, кстати, вылетел на этом же этапе, уступив Войду, который в свою очередь одолел Инвокера в полуфинале. На Инвокера имеется 19 наборов, если включать туда персону. Из них 11 мифического качества и 3 имморталки, не считая набора Дарк Артистри. На Сларка же имеется всего 7 наборов, из которых только 2 мифические. Ну а имморталок на Сларка 4, также включая таунт. Что касается шансов на победу. Пожалуй, самый низкий коэффициент за все время, всего 1,15 на Инвокера, в то время как на Сларка аж целых 5. 5, Карл! Если бы у меня было под миллион зрителей на данной рубрике, я предложил бы затопить за Сларка и поставить на него бабки на париматч, но боюсь, что даже этого могло бы не хватить. Пока сложно судить о персоне на Инвокера в плане шмоток, ибо было много вони в соцсетях, и нужно ждать первой реакции от Valve. Будут ли переделаны старые имморталки на Инвокера или выпущены новые? Ну а Арканата в случае выхода на Инвокера наверняка будет иметь возможность комбинироваться с персоной. Двигаемся дальше. Великолепная рыжуха Виндрейнджер, которая в прошлом раунде выкинула моего любимого Саленсера, на этот раз встретится с Великим Огненным Эмбером, который в последнем коллекторсе получил великолепный набор, напоминающий то Шансунга, то Мастера Пэймея. Что касается голосов, у обоих героев их примерно одинаковое число. Разумеется, оба пропустили первый раунд. Что же касается прошлого голосования, напомню, что ВРК отлетела от Инвокера в 1,4. Эмбер же вовсе отлетел в 1,32 от Антимага. По популярности ВРК опережает своего соперника, занимая третью строчку. Вообще, из оставшихся героев она занимает наивысшую строчку, ибо Леон вылетел, а Путш уже имеет аркану. Эмбер же занимает 14-ю строчку. Перейдем к шмоткам. У ВРК имеется 13 наборов, из которых 5 мифического качества. Помимо этого, герой имеет 4 имморталки, включая насмешку. У Эмбера хоть наборов и меньше всего 9, при этом целых 6 являются мифическими. При этом имморталки на Эмбера всего 2, и одна, мягко сказать, слабовато. Это старые-старые рапиры. Париматч уверенно ставят на ВРКу 1,5 против 2,48. Хоть по голосам герои идут равно. Ну и кстати, моя публика также больше топит за рыжеволосую бестию. 56% против 44. Вряд ли нас ждет тут какая-то сенсация, поэтому я советовал бы ставить на ВРКу, ведь коэффициент 1,5 не так уж и плох. Ну а нам пора двигаться дальше. Вот тут заруба уже интересная. Карлик снайпер против героя, на которого Аркана удалит его с карты. Стоит кстати отметить, что если Рики ворвался в текущий тур, победив Акса с коэффициентом 2,5, то снайпер победил Свена с коэффициентом 1,4. Но при этом мои подписчики верили в Свена больше. Что касается текущего тура. По голосам снайпер опережает Рики. Да, обе героя пропустили первый тур. В прошлом году, кстати, Рики вылетел на этой же стадии, уступив ВК. Снайпер же отлетел в четвертьфинале от Рубика. По популярности снайпер уверенно лидирует по сравнению с Рики. Восьмое место против 24-го. Перейдем к шмоткам. У снайпера имеется 14 наборов, 4 из которых мифические. В плане имморталок тут все печальнее. Их у снайпера две, и одна имеет золотой стиль. Рики же имеет 11 наборов, и только один из них мифической редкости. Имморталки на Рики тоже две, правда одна имеет золотой и кровавый стили. Шансы. Тут со всех сторон видно, что снайпер лидирует, причем если коэффициент на его победу составляет 1 на 4, то мои подписчики вовсе дали ему 62%, а это не слабый результат. Но нельзя ни в коем случае забывать, что в прошлый раз Рики весьма успешно одолел Акса. Правда в том раунде подписчики голосовали именно за Рики. Поэтому тут уже решать вам. Но рискнуть и поставить на Рики может быть и не ошибка. Ну и завершающий поединок сегодняшнего дня. Великий, могучий и голый Марс, на которого пока нет ни одной шмотки, против Спектры, которая несмотря на то, что во второй доте присутствует с самого начала, имеет весьма скудный набор шмоток. По голосам тут у Спектры все очень круто, аж 18 лямов. Но это связано с тем, что она не пропускала первый раунд, как к примеру Марс. При этом оба героя по популярности занимают около 50-ю строчку. В прошлом году, кстати, Спектра дошла до полуфинала и отлетела в нем от Рубика. При этом непонятно, почему герой имеет такую популярность в голосовании за Аркану, но лично мне. Спектра имеет 9 наборов, треть из которых мифического качества. Имморталки на Спектру 3, одна из них имеет кровавый стиль. А одна вовсе является альтернативной озвучкой, так что по сути визуально их две. Что касается шансов, было бы логично предположить, что тут должно быть все круче, чем у Инвокера со Сларком, но нет. Коэффициент на Спектру составляет 1,25, в то время как на Марса 3,75. При этом мнение подписчиков разделилось на 55 и 45 процентов. Стоит ли тут делать ставку на Спектру? Я думаю, да, с условием, что герой уже давно заслуживает годных шмоток. Да и в прошлом году практически до финала дошел. Марс же совсем молод, да и я думаю, что в ближайшем будущем и так получат свои шмотки. Я думаю, что как минимум в третьем сундуке нас ждет на него Иммортал Копье. Чтобы подытожить, напомню, что в данной рубрике может участвовать каждый желающий, комментировать ролик или опросы ВКонтакте, публиковать какие-то мемы, интересные детали или шутки в комментариях. Опять же, на Ютюбе и ВКонтакте. Лучшие же будут получать после каждого выпуска Иммортал Копье, а по результатам всей рубрики в конце я выберу тех, кто получит по Аркане. В данном выпуске я расширил количество победителей в несколько раз. Ими стали Саша Вазовский, Владислав Ковальчук, Сергей Лихиченко, Алексей Плюснин, Максиман Тюменцев, Анатолий Кострица, Влад Хайрулин и Дмитрий Аполлинарьев. Желаю остальным удачи, а мы увидимся с вами уже сегодня на стриме отборочных по Dota Underlords турнира от Vplay. Новый же выпуск Битвы за Аркану выйдет уже через неделю, поэтому не забываем подписки, лайки и колокольчики. С вами был Фенаргот и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok